А вы в курсе, что в Сочи работает Центр поддержки предпринимательства? С начала года только за консультацией туда обратились порядка тысячи сочинских бизнесменов. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей Сочи и Краснодарского края. Ну и сегодня мы говорим о поддержке бизнесменов. Центр поддержки предпринимательства находится в Торгово-промышленной палате города. Там тем, у кого есть собственное дело, оказывают целый ряд бесплатных услуг. Каких именно нам рассказал заместитель директора Департамента экономики администрации города Сочи Денис Токарев. В городе Сочи действует муниципальная программа поддержки предпринимательства, которая предусматривает ряд мероприятий, включающих в себя консультационную, финансовую и имущественную виды поддержки. Консультационная поддержка является основным мероприятием. На нее ежегодно предусмотрено порядка миллиона рублей. Путем заключения муниципального контракта мы размещаем Центр поддержки предпринимательства. На сегодняшний день он действует в Торгово-промышленной палате. Там любой предприниматель города Сочи может на безвозмездной для себя основе получить консультационную поддержку индивидуально, а также поучаствовать в бесплатных семинар-консультациях на актуальные темы по развитию бизнеса. К таким темам у нас сегодня относятся внедрение онлайн-касс, система ЕГЭИС и другие темы, которые на постоянной основе для предпринимателей проводятся. Центр поддержки у нас находится по улице Кубанская, 15, в здании Торгово-промышленной палаты. Первый год работы Центра поддержки предпринимательства показал, что наши предприниматели достаточно активны в получении консультационной поддержки. На сегодняшний день уже оказано более тысячи консультаций для предпринимателей. Всего же в нашем городе действует 36 тысяч предпринимателей. Таким образом, охват составляет порядка 2,5% предпринимателей. Ранее у нас была финансовая поддержка, за которой обращалось значительно больше людей, однако оказать эту поддержку мы могли меньшему количеству людей. То есть это было порядка 25-40 консультаций. То есть, по сути дела, капля в море по сравнению с тем, что мы оказываем на сегодняшний день. На следующий год мы также будем оказывать данный вид поддержки, мы будем предпринимателям оказывать консультационные поддержки. У нас уже разрабатывается план по семинарам на следующий год, который будет включать наиболее актуальные темы для предпринимателей. Кроме того, стоит отметить активные предпринимательские сообщества у нас в городе. То есть группа предпринимателей, выражающие свои интересы на различных совещаниях, мероприятиях, которые мы проводим на постоянной основе. Существует у нас очень эффективная мера поддержки, такая как координационный совет при главе города Сочи, которые ежеквартально у нас проводятся. И там предприниматели, главы города могут озвучить свои актуальные вопросы, проблемы. Это все происходит в рамках мероприятия круглого стола. Поэтому этот инструмент является наиболее эффективным у нас. Предпринимательские сообщества могут решать свои каждодневные насущные проблемы. Это способствует у нас преодолению административных барьеров, а также популяризации предпринимательства и налаживанию диалога между властью и бизнесом. Наиболее актуальной проблемой у нас является доступ к финансовым ресурсам. То есть сейчас требуются предпринимателям достаточно большие суммы на развитие бизнеса, на поддержание бизнеса на плаву. И также многие по вопросам подключения к ресурсовоснабжающим организациям обращаются. Есть вопросы достаточно банальные. Люди не знают, какой режим налогообложения выбрать, как рассчитывать тот или иной налог. То есть всевозможные бухгалтерские налоговые консультации мы оказываем. Люди по самым разнообразным вопросам зачастую обращаются. Тем не менее мы хотели бы все-таки повысить охват. Будем проводить ряд мероприятий во внутригородских районах. То есть и Лазаревский район, и Красную Поляну, и Адлерский район. Мы все это будем охватывать, проводить в этих районах свои мероприятия. Наиболее востребованные у нас темы семинаров – это внедрение системы ЕГИС, то есть обновление в законодательстве. Конечно, онлайн-кассы мы проводим уже не первый год, потому что там происходит поэтапное внедрение новых контрольно-кассовых аппаратов, новой контрольно-кассовой техники в соответствии с федеральным законом. И предприниматели активно участвуют в этих семинарах и получают, опять же, на безвозмездной основе эти знания, которые им впоследствии очень сильно приводятся. У нас в Краснодарском крае во всех муниципалитетах сегодня созданы центры поддержки предпринимательства. Они находятся на постоянном контакте с центром поддержки предпринимательства Краснодарского края. Дело в том, что есть вопросы достаточно весомые, которые на месте мы решить не можем, а в том числе оказание каких-то услуг, которые предполагают создание сайтов и более серьезные консультационные услуги. Поэтому между центром поддержки Краснодарского края и города Сочи заключено соглашение о взаимодействии, на основании которого центр поддержки Краснодарского края может оказывать методическую, методологическую поддержку для центра поддержки муниципалитета, в том числе по индивидуальным консультациям, которые на месте центр поддержки города Сочи оказать не может. Однако здесь, в городе Сочи, есть возможность у предпринимателя получить весь перечень услуг, которые предоставляет в том числе центр поддержки предпринимательства Краснодарского края, а также, как я уже говорил, организация инфраструктуры фонд развития бизнеса и фонд микрофинансирования Краснодарского края. Еще раз отмечу, что более тысячи бизнесменов воспользовались услугами Центра поддержки предпринимательства Сочи. Это статистика с начала года. В центре проводят бесплатные консультации по любым вопросам ведения бизнеса. Также здесь проходят обучающие семинары и круглые столы, в ходе которых предпринимателям рассказывают об изменениях в законодательстве. Ну и обсуждаются самые актуальные проблемы. Сейчас предлагаю посмотреть, как именно проходят консультации. Татьяна Шатохина, предприниматель, продает в Сочи мужскую одежду. Говорит, в бизнесе часто меняются правила игры. За изменениями в законодательстве нужно успевать. Чтобы грамотно вести свое дело, Татьяна обратилась в Центр поддержки предпринимательства. Буквально сегодня я была на МФЦ, вот юных ленинцев 10, и там был плакат, где я и узнала о том, что существует Центр поддержки предпринимателей сочинских. И там можно задать вопросы, связанные с нововведениями, которые вот сейчас внедряются в нашу сферу. И для того, чтобы изучить все это, я пришла получить консультацию. Важный вопрос касался налогообложения. То есть мне надо было перейти, выбрать систему нового налогообложения, чтобы я могла работать уже с маркированным товаром. А также получить консультацию по внедрению маркировки в бизнес. Маркировка – это цифровой код для защиты от подделки, злободневная для предпринимателей тема. Нововведение для целой группы товаров не за горами. Предприниматели города Сочи обращаются в Центр поддержки предпринимательства за бесплатными консультациями по любым направлениям, которые их интересуют. Юридические консультации, консультации, касающиеся ведения бизнеса, маркетинга. В принципе, любые консультации экономического характера. По проблемным вопросам могут обращаться предприниматели, если они не знают решения того или иного вопроса, какого-то связанного с бизнесом. Если мы можем помочь им, мы всегда поможем. Если мы знаем ответ на этот вопрос, мы, конечно, поможем. Вообще, Центр поддержки, он работает для предпринимателей, зарегистрированных, осуществляющих деятельность именно на территории города Сочи. Это сделано специально с целью стимулирования предпринимателей заниматься бизнесом в нашем городе, для того, чтобы налоги шли именно в бюджет города. Мы предоставляем целый комплекс услуг консультационных, юридических, экономических, маркетинговых. То есть любой предприниматель приходит в Центр поддержки, знает свой ННН, если он с печати, он берет с собой печать, обращается и получает консультации. Самое востребованное в последнее время консультации касается маркировки. Вы же знаете, в России вводится обязательно маркировка товаров. Сейчас это на лекарственные препараты, на обувь, на одежду вводится. Ну и, соответственно, на табак. На табак введена 1 января 2019 года. Естественно, в Центре поддержки предпринимательства постоянно, ежемесячно, практически мы проводим семинары на эту тему. Все время приходят предприниматели, у них постоянно возникают вопросы, почему, потому что эта система только вводится, и ответов на честном знаке найти они не могут. Мы стараемся им помочь и, соответственно, решить их все проблемы. Татьяне Шатохиной не только рассказали о маркировке, но и подключили к бизнес-порталу по поддержке предпринимателей в интернете. На данном портале мы заведем вам личный кабинет, в котором вы сможете воспользоваться следующими услугами. Рассчитать бизнес-план, проверить контрагентов, просмотреть все виды господдержки, которые у нас представлены в нашем регионе. Если вам необходимы будут площади в аренду, там также представлены те помещения, которые сейчас у нас город предоставляет. Там есть возможность рассчитать бизнес-план, если он вам необходим. Я вас еще подключу на подписку от ТПП РФ. Вот это еще очень интересная подписка. Вам на почту будут еженедельно приходить отчеты о деятельности ТПП, о всех изменениях в законодательстве, которые у нас проходят в РФ. А там будут указаны сроки сдачи отчетности. То есть там весьма интересно. Также там будут все мероприятия, которые проводят ТПП РФ. А с нашей стороны мы вас подключим к нашей рассылке. Вы будете получать приглашение на бесплатные семинары информационно-консультационные. А на данных семинарах в качестве спикеров мы всегда приглашаем специалистов фискальных и контролирующих органов. А также вы сможете прийти на наш семинар, получить информацию, задать вопросы нашим спикерам. Все-таки хотелось бы, чтобы большее количество предпринимателей получало безвозмездную консультационную финансовую поддержку, которую мы оказываем сегодня на муниципальном уровне. Это действительно актуальные вопросы, которые могут коснуться каждого. Мы не хотим, чтобы это работало исключительно через сарафанное радио, когда один предприниматель, который сходил на этот семинар, рассказывал соседям. Там информация будет актуальна для каждого предпринимателя, который осуществляет у нас деятельность. В связи с этим мы предлагаем всем предпринимателям обращаться на улицу Кубанского, 15, торгово-промышленная палата на первый этаж. Пожалуйста, вам там окажут вопросы консультационные, которые вас интересуют. Также семинары проходят на постоянной основе. Вы можете ознакомиться с их графиком в торгово-промышленной палате. И у нас есть еще инстаграмм ЦПП Сочи. Также предлагаю вам стать его подписчиками и будете всегда получать актуальную информацию. Поэтому я думаю, что такая мера поддержки будет актуальна каждому из 36 тысяч предпринимателей. Отмечу, что бизнесменам в Сочи, кроме консультационной, оказывают также имущественную поддержку и финансовую. Благодаря фонду микрофинансирования они могут получить льготные кредиты. Также мы оказываем содействие краевой инфраструктуре, которая сегодня является одним из наиболее эффективных способов оказания поддержки предпринимателям в регионе. Это фонд микрофинансирования Краснодарского края, основной деятельностью которого является предоставление микрозаймов для предпринимателей по ставке от 3,5% годовых на срок до 5 лет. А также фонд развития бизнеса, который для бизнеса предоставляет обеспечение по кредитам и банковские гарантии. В этом году объем фонда микрофинансирования Краснодарского края достиг 2 млрд рублей. Таким образом, краевой фонд стал самым большим по капитализации в нашей стране. Спрос на льготные займы для малого бизнеса в регионе постоянно растет. С начала года фондам микрофинансирования уже выдано порядка 450 займов на сумму более 970 млн рублей. Такой высокий уровень финансовой поддержки стал возможен во многом благодаря участию фонда в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Вообще, на поддержку бизнеса в нашей стране сегодня направлен целый ряд нацпроектов. В Краснодарском крае и в Сочи, соответственно, действуют проекты региональные. Их цель – поддержка малого и среднего бизнеса, популяризация предпринимательства, поставлены и конкретные цели – увеличение количества бизнесменов. Что касается проектов национальных и региональных, то стоит отметить, что президентом России в майских указах был озвучен перечень национальных проектов, то есть приоритетных целей и задач для развития Российской Федерации. Одним из проектов был выделен проект по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. В свою очередь, в Краснодарском крае в целях обеспечения достижения значения целевых показателей, которые утверждены этим национальным проектом, был создан ряд региональных проектов, к которым относятся улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение доступа к финансовым ресурсам, популяризация предпринимательства и акселерация предпринимательства. Эти региональные проекты включают в себя ряд мероприятий, в которых также участвуют муниципалитеты Краснодарского края, в том числе и город Сочи. Мы являемся активными участниками этих мероприятий, в том числе осуществляем имущественную поддержку, консультационную, а также курируем остальные мероприятия. На сегодняшний день у нас прорабатывается ряд программ с предпринимательскими сообществами, в частности, с молодежной политикой. Мы привлекаем подрастающее поколение, которое после окончания вузов станет перед выбором, куда же им идти работать, либо, возможно, они создадут свой собственный бизнес. То есть в целях реализации национальных проектов нам необходимо достичь максимального количества занятости населения в малом и среднем предпринимательстве. Это основной целевой показатель, который предполагает увеличение почти в полтора раза за шесть лет количества людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве. Поэтому на постоянной основе мы проводим для студентов, даже для школьников иногда мы проводим заседания, ну, это не заседания, это скорее семинары, тренинги, на которых мы рассказываем о мерах государственной поддержки, о возможностях, о потенциале, о том, какие существуют ниши рынка, не занятые на сегодняшний день. И молодые люди, то есть студенты, они зачастую, от них чувствуется большая вовлеченность. То есть они не просто приходят слушать, но они активно участвуют. Они хотят в будущем зарабатывать деньги, хотят обеспечивать свою семью и так далее. Что касается целевых показателей по Краснодарскому краю, до 2024 года в сфере малого и среднего бизнеса, благодаря нацпроектам и региональным программам, должно быть задействовано более 1 миллиона человек. Сегодня поддержка и развитие предпринимательской деятельности – это важная государственная задача. Развитие бизнеса – это и новые рабочие места, и увеличение объема налоговых отчислений. Именно за счет этих денег пополняется казна края и города. Стоит еще отметить, что предпринимательство – это не только группа, которая приносит бюджет, налоги. Предприниматели несут важную социальную функцию. Они обеспечивают доходом и занятостью не только себя и свою семью, а зачастую большое количество людей, которые являются у них наемными работниками. Так, у нас на сегодня 36 тысяч предпринимателей уже деятельность свою осуществляют. Всего занято в сфере малого и среднего предпринимательства порядка 83 тысяч человек. Если увеличить это количество, сопоставить с их семьями, то это получится порядка 250-300 тысяч человек, 250-300 тысяч человек, которые у нас непосредственно зависят от предпринимательства, зависят от того, какие будут созданы условия и какие будут возможности для осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому это порядка половины нашего населения города Сочи зависит от предпринимательской деятельности. То есть это достаточно существенный социальный пласт, который мы сегодня поддерживаем. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в субтитрах. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok